Здравствуйте еще раз. Уважаемые авторы, у вас есть возможность представить свои учебники, книги, а потом, если возникнет желание пообщаться с вами конкретно, индивидуально мы отправим вас в сессионные залы авторов и желающих пообщаться. Кто хотел бы представить свой учебник, книгу первым? Добрый день всем! А у нас так много замечательных участников, но все предпочитают даже на концу тяжелого дня оставаться за занавесом. Но, тем не менее, рада видеть тех, кого еще не видела. А у нас, Катяна Владимировна, идея была, что мы даем слово авторам, чтобы представили свой учебник, да? Да, представляйте свой учебник, и если кому-то захочется пообщаться с автором конкретно, попозже мы отведем в сессионный зал. А учебники-то ведь, они же по ссылке всем доступны посмотреть, правильно? Да. То есть, в принципе, я правильно понимаю, что только сейчас открыли доступ, или это было открыто в течение дня? Затем дадим? Это было в течение дня, я с утра заходила, например, и видела. А, то есть это уже достаточно давно. Простите, пожалуйста, по какой именно ссылке? Вы имеете в виду? Затем, Владимир, я молчу, вы общаетесь. Ссылки Николаевны. Затем Николаевны, ссори. Ссылка, сейчас прошу, извините. То есть, продублировать ссылку? Да, если можно, спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас такое впечатление, как будто мы все собрались на посиделке и не очень понимаем, а что нам тут делать. Поэтому, если, Татьяна Николаевна, вы возьмете образные правления или как? Да, ссылка на ярмарку есть в программе, но сейчас я найду, если нужно. Ну, а так вот действительно, если есть желание пообщаться конкретно с автором, вот моя функция вас разделить на сессионные залы. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто-то из авторов хотел бы что-то нам сказать, чтобы представлял интерес для нас всех. Мне кажется, мы в презентации все включили, наверное, да, пообщаться лично, если. Вот я вижу, Наталья Львовна Колесникова, я бы вот с вами лично с удовольствием пообщалась. То есть, первый зал Львовна Борисовна и Наталья Львовна, правильно? Именно. Хорошо. Я готова, с удовольствием. И не я одна, у нас здесь представитель издательства нашего. О, очень было бы интересно. Если можно, я два слова скажу про наш учебник. Наш учебник называется Practical Guide to International Communication. В общем, он подготовлен коллективом авторов кафедры международной коммуникации факультета мировой политики МГУ. Он предназначен для социальных целей, как это понятно из названия. Он рассчитан на студентов международников, на политологов и студентов гуманитарных специальностей. Если вы посмотрите в презентации, у нас учебник состоит из двух частей. Он разбит по модульно-тематическому принципу. И темы, ну, темы я не буду перечислять, вы их увидите в презентации. Чем наш учебник очень положительно отличается, может быть, от многих? Наш учебник направлен на развитие языковой компетенции и коммуникативной компетенции в области профессиональных интересов студентов. Мы используем обширный, аутентичный текстовый аудиоматериал. И задания наши носят творческий характер. Они проблемно-речевые, они приближены к условиям аутентичного общения в профессиональной сфере. Поэтому, пожалуйста, если кого-то заинтересует, я готова подробно ответить на вопросы. Вот, Татьяна Николаевна, организуйте нам сессию с Натальей Львовной, если есть желающие присоединиться к нам же, соответственно, в этот же сессионный зал. И, коллеги, учитывая, что действительно день был тяжелый, долгий, и завтра еще, я предлагаю действительно по интересам быстренько сгруппироваться и интересующие вас вопросы задать. И, будьте дабы, можно нам в наш сессионный зал Екатерину Успанову, это представитель издательства, дабы сказать, наш учебник есть в традиционном печатном варианте и в электронном виде. Поэтому пролистайте до конца нашу презентацию, там очень подробная информация, как работать с электронной версией. Можно также меня в этот зал добавить, пожалуйста? Кого конкретно? Шаврова Анна Владимировна. Да, напишите в чат еще, хорошо, чтобы я могла. Шаврова Анна Владимировна. Ну, если ты завтра не поедешь в Длинногорск, ты скажи, надо будет Федмиру Александровну написать тогда. Анна Владимировна Николаевна Николаевна, а вы нас отправили куда-нибудь? Я отправляю, я вот, да, подождите пока. Я принимаю параллельную силу наших гостей. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня, например, не было возможности. Я даже не знала, что эти презентации где-то представлены. Что если я могу представить свой учебник, например. Продолжение следует... Все желающие попали туда, куда хотели. Все. Извините. Коллеги, значит, вот наше учебное пособие вышло в бумажном варианте только первая часть, вторая выходит вот скоро, поскольку она уже в типографии. Продолжение следует... Продолжение следует... И из теории языка, и страноведческую, и прочее. И с другой стороны сделать вот этот курс более общественно-политическим, в том числе приближенным к тематике международных отношений. Я также, как и Наталья Львовна Колесникова, которая сейчас представляет, говорит о своем, о нашем учебнике в... Значит, вот с этой же самой катедрю, в сэшн, с этой же катедрю, это кафедра международной коммуникации факультета мировой политики МГУ. Вот. И мы сделали этот учебник. В основу легли темы, как они называются, господи, цели устойчивого развития ООН, глобального устойчивого развития ООН. Вот выглядит он таким образом. Вот это темы первого учебника, то есть первой части книги. Во вторую часть вошли демократии, здоровье, пандемии, интернет-наука, далее сохранение мира, то есть военные конфликты и зеленая тематика, естественно. То есть практически вся топика современной общественно-политической составляющей, так сказать, и частично международных отношений, она нами охвачена. Ну, собственно, вот здесь описание учебника. В каждом уроке раз, два, три, четыре, пять, шесть разделов, как они организованы. Раздел лейдин, здесь сводится лексика. Основная урока, вот это проблематичное, такое проблемное введение, а здесь списком. Надо уметь запоминать слова списком. Дальше идут вопросы, текст-фокус, в основном на восприятие. Разные виды восприятия отрабатываются, скеннинг, скемминг, затем работа с выделением концептов с такими вещами. Далее у нас language focus включает фонетика, словообразование, лексика, грамматика и стилистика. Стилистика расписана функционально на протяжении всего учебника, и понятно, что все вот эти упражнения делаются на материале урока. Затем, здесь ничего не видно, я могу вообще, в принципе, открыть учебник, если я не занимаю ваше время. В раздел грамматики, например, мы в разделе стилистики, скажем так, лексики включены какие-то сведения из лексикологии. Это о том, что такое фраза, идиома и так далее. То есть даны ненавязчиво определение каких-то лексикографических понятий. В раздел грамматики, кроме грамматики, вводится также анализ по непосредственно составляющим, потому что это очень важная вещь. Вот здесь эта схема. Не знаю, насколько хорошо вам видно. Вот эта часть стилистика. Начинается с лечения особенностей устного письменного языка, затем формальный, неформальный, plain English. Потом идет, как бы по урокам распределены функциональные стили. А, раздел, следующий раздел в Speech Purpose. Здесь два задания. Один кейс для анализа. И второе задание – это Project Focus. Вот задания в этой части, они в основном, скажем так, страновечески ориентированные. То есть, например, в проекте там выберите любую страну, в которой английский является де юра официальным языком. И расскажите, как она решает данную проблему. То есть, практически охватывается все – образование, гендерные вопросы и так далее. Вот если мы рассматриваем весь текст, то медицина, социальные вещи и прочее. И последний раздел – это раздел перевода. Здесь вот Translation Focus. Первая часть – это переводческие трансформации, которые здесь упражнения на переводческие трансформации. В данном случае начало у нас там тема Рима. На 9 уроков где-то распределены эти вещи. Затем, вот здесь на анализ дан текст. Я думаю, что это либо с сайта Kremlin.ru, либо с сайта МИДа. Я брала такие тексты. Ну, какие-то тексты взяты с сайта ООН, потому что там есть тоже параллельные. Затем текст для реферативного перевода и тексты для последовательного перевода. Также есть вот диалог, то, что называется диалогическое единство. Реплика на английском, реплика на русском. Они втроем работают и переводят. Ну, и вот уже идет следующий урок. Все, коллеги, если есть вопросы, я готова ответить. У нас вот РДН уже заказала эту учебник. Попросили им передать. Еще в Петербургском университете мне это не переставали. Большое спасибо за презентацию. Есть ли желающие пообщаться один из сессионных зала? Я бы, честно говоря, послушала, но можно и сессионных зала. Хорошо. Есть ли еще авторы, которые хотели бы презентовать свою книгу? Или всю необходимую информацию все-таки можно по ссылке найти, посмотреть? Как мы действуем дальше? У Диана Борисовна. Я, наверное, не знаю, насколько имеет смысл действительно подробно рассказывать. Я просто о себе заявить хотела бы. В этом году будет издаваться наш учебник, ГИМО, третий курс, направление международное отношение. Называется Rising to the Top, английский для международников. Три, поскольку для третьего курса, язык профессии. Я, в общем-то, в презентации все достаточно тоже подробно описала. Я готова пообщаться в сессионном зале, если есть такая необходимость. Уважаемые коллеги, можно тоже тогда пару слов сказать. Я представляю кафедру немецкого языка, ГИМО. И сейчас тоже кратенько выведу наш ОМК, которые представили коллектив авторов. Учебно-методический комплекс по немецкому языку. МКЛАР, текст уровня А2. Авторы принципаловой мерки Шкирина. И сюда же входит рабочая тетрадь. Амельчинка, Басаинова, Мюллер. Предназначена для студентов не языковых вузов, начинающих изучать немецкий язык. В данном случае это уже продолжение первой части, которая вышла в прошлом году. Сейчас попробую еще раз показать. Это немецкий язык для начинающих. Поэтому, если кому интересно, пожалуйста, тоже готова ответить на вопросы. Сейчас буквально покажу только обложку этого пособия. Вот так выглядит непосредственно сам учебник. Включает в себя семь тем. Каникулы, одежда, реклама, отношения между людьми, биографии, компьютер, социальные сети, изучение языков. Данные ОМК рассчитаны на работу в течение 16 недель, по 6 академических часов в неделю, 4 часа работы по учебнику и 2 часа работы мультимедийной аудитории. Рабочая тетрадь тоже соответствует темам учебника, лексическому и грамматическому наполнению учебника. В презентации вы можете увидеть на сайте тоже все это краткое описание. Учебные пособия, учебный ОМК, соответственно, рассчитан на формирование всех видов речевой деятельности. И тоже расписано. У нас как бы была идея, что соответствует. Я просто его проверяла там почти целиком. Суть-то, чем он не дал запихать. Он дал запихать только... Выключите, пожалуйста, звук откуда-то идет. Тогда все-таки. Да, спасибо большое. Поэтому, чтобы не занимать долгое время, я так понимаю, у нас ограничено время. Если есть у кого-то интерес к немецкому языку, непосредственно к уровню А1-А2, пожалуйста, готовы ответить на вопросы. Также в презентации размещены контакты. Если вдруг сегодня мы не успеем, вы можете обратиться напрямую к авторам. Большое спасибо. Коллеги, ну с вашего позволения я тоже представлю свой учебник. Меня зовут Хомутова Тамара Николаевна. И я представляю здесь Южноуральский государственный университет, Национальный исследовательский университет, Институт лингвистики и международных коммуникаций. И представляю я учебник по теоретической грамматике английского языка. Это учебник для студентов, лингвистов и филологов. Учебник на английском языке. Состоит из 18 глав, которые включают основные темы курса теоретической грамматики. Прошел редакцию носителя языка и уже основан на, скажем так, курсе лекции, который также был опубликован ранее. Это один из элементов нашего учебно-методического комплекса, в который входят и практикум по теоретической грамматике, и учебная программа по теоретической грамматике, и хрестоматия по теоретической грамматике английского языка. Каждая лекция завершается вопросами по содержанию. И в презентации все указано достаточно подробно. Отдаются примеры и лекции, и заданий. Пожалуйста, если у вас возникнет желание пообщаться лично, вы можете всегда написать на электронный адрес. Мы вам с удовольствием от увидим. Этот учебник, вернее, учебник вышел в прошлом году. А вот курс лекций, который вышел ранее, в 2006 году, этот курс лекций с удовольствием используют и, я знаю, в Красноярском государственном, сейчас федеральном, в Сибирском федеральном университете и в Ивановском государственном университете. Вы можете с ним ознакомиться более подробно. Оглавление полностью представлено. Благодарю за внимание. Скажите, пожалуйста, можно вопрос? Пожалуйста, слушаю внимательно. Может быть, это даже как бы и вам вопрос, и вот остальным авторам учебника. У нас на круглый стол, когда был семинар, тоже прозвучало, например, о том, что материалы должны быть адаптированы к условиям преподавания дистанционно. Вот мне хотелось бы от авторов учебников, скажем так, и вашего тоже в том числе, вот как-то учтены вот эти вот элементы дистанционности, или это все все равно основано на старых академических формулах, скажем так? Ну вот, ну, я поняла вас, но мы преподаем уже два года в дистанционном формате. У нас выложены лекции или главы учебника, все тесты сделаны в каждой главе, каждой лекции, практикум выложен, выложены учебные планы. Все это находится в дистанционном формате. Конечно, говорить о, допустим, том, что такой учебник сделан как массовый онлайн-курс, я не могу. Тут сочетание традиционного и дистанционного. Ну, а именно дистанционность – это то, что можно делать какие-то… Все задания, лабораторные работы, вот эти тестовые задания, да, то есть вы выполняете, и программа сама ваш рейтинг подсчитывает, рассматривает, насколько вы освоили данный материал. Спасибо, спасибо. Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы к авторам учебников? Можно пару слов сказать? Я представляю Московский физико-технический институт, национальный университет, то есть я сегодня гость, и представляю учебник жанра академического письма, такой красненький учебник свой. На самом деле я академическим письмом занялась вплотную, и достаточно серьезно, то есть вот первый мой учебник – Academic Writing in the Sciences, Theory and Practice, и второй жанр академического письма, где я пробую системно показать, какие жанры академического письма должны быть в курсе английского языка, начиная с первого курса по третий курс бакалавриата. На самом деле академическое письмо сейчас активно развивается, в нашем университете эта тема достаточно актуальная. Я веду два курса, лично я веду курс Academic Writing in the Sciences, Theory and Practice, и второй курс научного письма, Scientific Writing. И коллеги, которые интересуются проблемой академического письма, я бы с ними с удовольствием тоже пообщалась. Спасибо. Скажите, пожалуйста, можно вопрос, да? Да, конечно. То есть раньше такого курса не было в вашем институте, то есть вам его утвердили сверху, я правильно понимаю? Или вы явились разработчиком? Я явилась разработчиком, да. Это не специфическое для… Ну, вы поняли, да? Да, да, да. Вот эта книга достаточно тяжелая такая, она 2015 года, вышла в 2015 году, и я училась специально в Америке, меня отправлял университет по программе 5.100 учиться. Ну, и в дальнейшем я просто использовала жанровый подход и попыталась по курсам бакалавриата, начиная с первого по третий курс, рассмотреть, какие жанры ведут к наибольшему пониманию, что ли, и к развитию компетенции академического письма у студентов, потому что когда я, на самом деле, преподаю на четвертом-пятом курсе, и студенты приходят очень часто неподготовленные к моей программе, хотя курс элективный, да, курс элективный, и я просто пыталась, что ли, посмотреть, как плавно и последовательно развить или попытаться развить вот эту компетенцию. У меня получилось, начиная с нелинейных жанров, вернее, то есть я рассмотрела принцип линейности и нелинейности в письме, и начиная с нарративных жанров, то есть я начинаю с recount и report, и в дальнейшем иду все к большей профессионализации, поскольку студенты, как вы понимаете, к четвертому-пятому курсу, они только начинают осознавать себя в профессии, но вот такой, в общем, непростой у меня курс, но вот уже шесть лет я преподаю, с пятнадцатого года, получается, уже что-то как-то полегче. У меня, да, у вас тогда очень продвинутый институт, потому что очень тяжело, всякие какие-то новшества очень тяжело внедрять, вот, если у вас пошли на это, даже вот такой специфический курс, вот, вам надо обязательно переходить, вот действительно какие-то онлайн, вот эти вот там вебинары, ну, как вот, ну, у вас реально такое, что с чем можно выходить в свет и собирать, скажем так, аудиторию. Ну, вот мне так кажется, у вас впереди вот эта перспектива однозначно, то есть это, типа, как-то так я вижу. Спасибо. Уважаемые коллеги, можно два слова сказать по поводу... Да, можно два слова, да, потому что скоро ярмарка закончится, мы учились... Да, 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 буквально два слова, хочу обратить внимание, я представляю такую, может быть, немножечко выбивающуюся из общего списка монографию, «Мастерская орггейтностных технологий. Опыт формирования в Московском городском университете». Дело в том, что как раз в этой монографии представлен вот реальный опыт создания команд и для учебных интересных проектов, для научной деятельности, образовательных проектов, в основе которой лежит, во-первых, не просто идея, а технология орггейтностной игры и работа с текстами, то есть изучение текстов на специалистов разных областей, на разных языках по определенной тематике, написание входящих эссе и рефлексивных эссе по опыту, в результате чего у нас было создано вот за этот период очень много интересных команд, команды, которые представители, допустим, и преподаватели, философов, историков, географов, математиков. И эти люди теперь разрабатывают интересные проекты вместе со студентами и по научному продюсингу, и вот Серебряный университет, и креативное образование, критическое образование. И вот эта вот работа с текстом на разных языках, как устным, так и письменным, что более ответственно, вот у нас очень любопытный опыт получился. Если будет интересно, будем рады вашему вниманию. Спасибо. Спасибо большое за презентацию. Спасибо. Скажите, пожалуйста, все ли презентовали то, что хотели? Так, есть вопрос, можно ли будет как-то потом связаться с авторами, как это должно происходить? Давайте, может быть, как нам нужно сделать? Напишите, да, сейчас в чат, с кем вы хотите, мы тогда выйдем в контакты, соединим вас. Напишите в чат, с кем вы хотели бы пообщаться. Спасибо. Большое спасибо автору за презентацию. Ага, так, фамилию не видите, по жанрам, по жанрам, по жанрам с вами хотят пообщаться. По жанрам это Татьяна Аленькина. Татьяна Аленькина. Ага, а запрос пришел от... Так, я сейчас... Ольга, тут фамилию не вижу. Портимович. Да, Ольга Портимович. Спасибо большое за ваш комментарий, за интересные подборки учебников. Дорогие коллеги, заканчиваем. А как можно пообщаться? А, ну, может быть, напишите прямо здесь вот в чате лично, да, наверное, свои контакты оставьте. Просто Ольге, чтобы Ольга мне написала, я сейчас... Да, да. Да, то есть не everyone, а... Да. То есть у меня получается не приватное, а для всех сообщение. Можно? Запишите для всех, мне кажется, может быть, еще кто-то с вами захочет. Хорошо, я просто... Первый зал еще общается. Если нет больше вопросов, у меня есть больше презентаций. Да, корейки, мы все благодарим. Да, да, спасибо большое. Спасибо всем. Ждем вас всех завтра. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, всем добром. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну что, Татьяна Николаевна, завершаете? Да, уважаемые коллеги, мы уже закончили, да, ярмарку. Я поняла. Да, ваш зал больше всех общался. Обменялись контактами, если нужно. Может быть, сейчас пока не поздно тоже обменяйтесь. У нас контакты есть в учебнике, я так поняла. Да, там все у нас подробно расписано. Спасибо большое. Спасибо большое. До новых встреч. До свидания.